Добро пожаловать в наш школьный музей «Наследие». Экспозиции музея можно условно разделить на 4 раздела. Первый – история создания школы. Экскурсия по музею начинается с раздела «История нашей школы». Наиболее ценными в этом разделе являются школьная парта, доска, буква для школ грамотности 1936 года, ученическая тетрадь с примерами и оценками от 1937 года, наконец, 20 копеек 1936 года. Эти экспонаты – ровесники нашей школы, школьная форма для девочек и мальчиков, атрибутчиков пионерской и комсомольской организации. Жемчужиной раздела является летопись школы, которая ведется с 1936 года до настоящего времени. Здесь можно увидеть образцы аттестатов и свидетельств об окончании нашей школы разных лет. Планы работы школы с 1947 по 1950 год, школьные печатные машинки, старинная «Мерседес» и более современная «Ятраль». Сама детской энциклопедии, сборник стихотворений поэм Пушкина и Маяковского. Сегодня издание раритетное. Здесь же расположены удостоверения, печати и штампы школы, различные документы. Музей – это место, где встречаются настоящее и прошлое. Когда в нем находишься, то чувствуешь, как дух ушедших времен наполняет себя. Здесь можно часами рассматривать удивительные экспонаты, поэтому дети с удовольствием приходят к нам в музей на экскурсию. Заканчивается первая часть нашей экскурсии с тендом, на котором мы видим фотографии директоров школы. Первым в этом ряду – Голованов Тимофей Дементьевич. Шли годы. Директора сменяли один другого. А в 2011 году директором школы стала Инга Александровна Смолякова, которая является создателем нашего музея. Второй раздел нашего музея посвящен Великой Отечественной войне. В 1941 году в нашей школе размещался эвакуационный госпиталь. На стене огромный баннер «За Родину». Внизу – подлинная кирпичная кладка – фрагмент школьной стены военного времени. На ней находится пулеметная лента, мина немецкого миномета, пули. Здесь мы видим револьверные патроны, гильзы, гранаты, носилки, каски, порт-сигары, летный шлем, солдатская фляжка, канистры, ружья. Тут же расположены военная форма, награды, документы о наградах Великой Отечественной войны, четырехгранный штык от винтовки Мосина, медицинскую сумку, шинель, пилотки и огромное полотно победы, посвященное 70-летию Великой Отечественной войны, созданное руками наших учащихся с 1 по 11 класс. Третий раздел «История русского быта». Мы видим фрагменты убранства русской горницы Воронежской губернии. В красном углу икона Божьей Матери Скоро Послушница. На стене и на полу домотканные коврики, подвесная люлька с пологом, игрушка-свистулька для малыша. Рядом прялка, лапа для ремонта обуви, печь расписная с ухватами, чугунами и самоварами. Фюги, рубили, корыто деревянное, коромысло, крынки, лопата для выемки хлеба из печи, старинные костюмы, кованый сундук, старинные деньги, примусы, кирогазы, лапти. В центре горницы столб, на нем старинная вышитая скатерть, предметы старины, миски деревянные, ложки расписные, крынка для молока, кувшин, керосиновая лампа. Рядом предметы быта, более позднего периода, большое старинное зеркало с тумбой, на тумбе плакон знаменитых духов «Красная Москва», часы карманные, сумочка-ридикюль, сетка-авоська, корзина, весы с гильками. Мы видим один из первых телевизоров, швельные, ручная и ножная машинки. Далее идут более современные предметы быта, магнитофоны, проекторы, наушники, первый компьютер, электроника с клавиатурой, грамм-пластинки, значки, книги. Напротив размещается стенд, посвященные жизни и деятельности Леонида Ивановича Болгина, а также наградные документы коллективу школы от ОАО РЖД Юго-Восточной железной дороги. Так как мы были долгое время железнодорожной школой, у нас много экспонатов, посвященных железной дороге. Четвертый раздел «История станции Лиски». На стене вы видите баннер с изображением современной станции Лиски, а ниже – действующий макет железнодорожных линий с моделями вокзала, поездов, зданий. Здесь мы можем увидеть коллекцию фонарей. Здесь же находится сундук машиниста-паровоза, саквояж, чайник, заслонка паровозной топки. В этом разделе мы видим фирменное пальто машиниста-паровоза, фирменные фуражки машиниста, ретработника железной дороги, рубашку и билет-проводницы. Со 2 сентября 2016 года железнодорожная школа номер 41 вновь стала школой номер 17. На этом наша обзорная экскурсия заканчивается. Спасибо за внимание! Субтитры создавал DimaTorzok